Здравствуйте, дорогие друзья! Каждый раз, изучая здания прошлой эпохи, мы дивдаемся, насколько талантливыми мастерами были наши предки и какие архитектурные шедевры они умели строить. Богоявленский храм, о котором пойдет речь сегодня, своим грандиозным видом напоминает городской собор. Стоит в чистом поле один-одинешник, но при этом даже в своей заброшенности он необыкновенно красив и притягателен. Краткая официальная историческая справка. Село Богоявление было очень удачно расположено. Через село пролегали важнейшие дороги на Азеева, Елатиму и Касимов. Образовано село в конце 16-го начале 17-го веков. И в документах 16-го века село называлось Погостом, а в 17-м начале 18-го века Богоявленским Погостом. Так в писцовых книгах Шадского уезда за 1645-1648 годы упоминается Богоявленская дорога. В окладных книгах 1676 года церквей Кодомской десятины записана церковь Богоявления Господня в селе Погосте Замокшую. При этом существует легенда, что однажды вдруг ни с того ни с сего сформировался в этих местах холм, похожий на храм, и на нем выстроили церквушку, а за неожиданное возникновение назвали ее в честь Богоявления и якобы село при храме назвали так же. В 1761 году вместо обветшавшей деревянной церкви выстроили новый деревянный храм, а когда и он спустя годы пришел в негодность, решили уже строить каменный. Имеется опись церковного имущества и метрические книги с 1817 года. Доходы жителей села были невелики, поэтому до самого конца 19 века местная церковь была деревянной, отстроить ее из камня не было средств. Лишь на рубеже 19-20 веков начинается бурный рассвет поселения, оно становится центром торговли. Здесь проводятся немалые по масштабам того времени базары, собирающие до 800 человек ремесленников и купцов средней руки. Торговали пенькою, хлебом, мясом, солью, дегтем, деревянной посудой, железными вещами, обувью, лыками и так далее. Оборот составлял до 1000 рублей серебром. Кроме того, была ежегодная ярмарка каждую десятую пятницу после Пасхи. Количество приезжавших на нее торговцев достигало уже более двух тысяч человек. К концу 19 века второй деревянный храм также обветшал и задумали купцы на пожертвованные им средства от прибыли, полученных в богоявленских торговых рядах, построить каменный храм, особенный, величественный, неповторимый. Прошение строительства нового каменного храма в селе Богоявления вместо прежнего деревянного было направлено в Тамбовскую епархию еще в 1898 году. Проект храма был разработан известным в те времена архитектором Феофилом Александровичем Сверчевским. По задумке автора, богоявленский храм должен был чем-то напоминать собор в Санаксарском монастыре города Темниково, который ныне располагается на территории Мордовии, с трапезной и высокой колокольней. Но существующая ныне церковь богоявленского погоста значительно отличается от первоначального проекта. Изменения были внесены по просьбе попечения строительства. Была убрана трапезная и колокольня, значительно увеличен центральный купол. И все же основные архитектурные мотивы и конструктивное решение купольной системы, примененные в первоначальном проекте с Сверчевским, были оставлены без особых изменений. Строительство началось лишь в 1911 году, а завершилось оно, по некоторым данным, уже в 1912 году. По другим данным, окончательная дата постройки указывается как 1913 год. Каменная церковь была теплая, трехпрестольная, во имя богоявления Господня, Святого Николая и Покрова Пресвятой Богородицы. Бестолтная, симметричная пятиглавная церковь с отдельно стоящей колокольней живописно господствовала над окружающей местностью. Архитектурный стиль и эклектика и псевдо-изантийский стиль. До начала Первой мировой войны храм почти удалось достроить, закончили основную часть церкви, начали строить трапезную и колокольню. В 1930-х годах храм был закрыт и использовался под склад зерна, а позже под склад химических удобрений. Во время укрупнения колхозов село разъехалось, последнюю семью переселили в 1984 году, а храм так и остался пустовать посреди поля. В 2012 году здание церкви начали восстанавливать, его приписали к милостиво-богородицкому женскому монастырю поселка Кодом. В 2014 году восстановление храма было фактически заморожено. Богоявленский храм является памятником архитектуры регионального значения. Конец краткоофициальной исторической справки. Тут еще хочу добавить, что по этому храму много источников официальной информации, но сама официальная информация в них очень краткая и сильно противоречивая. Например, в одном официальном источнике говорится, что из проекта были убраны трапезна и колокольня. А в другом, не менее официальном источнике утверждается, что трапезну и колокольню начали строить, но к началу Первой мировой войны якобы просто не успели достроить. А это, заметьте, 1914 год. При этом утверждается, что в 1912 году церковь уже была достроена. Более того, в третьих официальных источниках говорится, что колокольню все же построили, как отдельно стоящую, и она живописно господствовала над окружающей местностью. В любом случае, колокольня не сохранилась, и мы не знаем, была ли она вообще. Также в официальной информации говорится, что Богоевленский храм похож на собор в Санаксарском монастыре. Но судите сами, друзья, так ли они похожи? Особенно если учесть, что трапезные колокольни были убраны из проекта. На мой взгляд, Богоевленский храм больше похож на это сооружение. Такое же из красного кирпича здания в псевдо-византийском стиле. Чем не православный храм? Вот только находится это чудо в Бангладеш. Спасибо Цельнозору за интересные съемки. Или вот еще одно пятикупольное сооружение, на которое похожа Богоевленская церковь. Если кто не знал, то это Тадж-Махал и находится в Индии. Но и это еще не все. Официально утверждается, что здание Богоевленской церкви 1911 года постройки, однако в смете на разработку проектной документации указано, что это церковь 19 века. Хм, видимо реставраторы не знают реального года постройки того, что они собрались реставрировать. Или наоборот знают. На нашем канале уже вышло огромное количество фильмов про храмовые постройки, в которых мы анализировали их как с точки зрения постройки, так и с точки зрения соответствия той или иной теории. Мы рассматривали то по одному, то по несколько храмов в одном фильме, а тема все не кончается и не кончается, так как каждый раз открываются новые обстоятельства, которые только подтверждают нашу версию. А также потому, что каждый раз создаются одни и те же вопросы, на которые уже однажды был дан ответ. Друзья, на все фильмы, которые будут сегодня упомянуты в нашем рассказе, есть ссылки в описании. Впрочем, как и всегда. После выхода фильма, который называется «Старинный замок в поле. Разгадка в подвале» было много самых разных комментариев. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить вас за такую активность. Комментарии были самые разные, но большинство из них можно условно разделить на три группы. Первая группа комментариев спрашивает, зачем строить огромное каменное сооружение в чистом поле? А где же жилые дома людей? На самом деле, все очень просто. Прошедшая ударная волна смела все бытовые и хозяйственные постройки. А вот то, что ныне считается храмами, то устояло. Не в идеале, конечно, повреждения не так же получили, но выстояли, так как в свое время при постройке в них была заложена повышенная прочность, толстые стены, армированные металлическими стяжками. Помните, в каждом фильме про храмовые постройки мы обращаем на них ваше внимание? Друзья, и это не просто так. Эти здания имеют избыточную прочность, и потому с приходом ударной волны они выстояли. Возле этих зданий стали собираться выжившие люди, а чудо-собор – собрание. Именно эти здания стали первым местом обитания выживших в катаклизме, ибо больше строений не осталось. И уже спустя какое-то время вокруг этих зданий, ставших церквями, начнут появляться хибары из подручных средств, а затем и полноценные дома. И именно эти дома и хибары стали разрушаться в середине XX века, когда села вновь опустили. И, к сожалению, церковь без села – это вполне типичная картина начала XXI века. Кстати, кладбища, которые образовывались при храмах, также объясняются очень просто. В условиях, когда с неба непрерывно, несколько дней подряд льют грязевые дожди, дуют промозглые ветра и по всей округе, докуда хватает взора, все пусто и безжизненно, то обеспечить дровами кремацию умерших – это вообще задача за гранью фантастики. Естественно, в таких условиях единственным выходом будет закопать умерших в землю. Но не внутри же здания, где укрылись люди, а именно снаружи. Вторая группа комментариев задается вопросом – зачем промышленное здание делать красивым? Это хороший вопрос, простой и в то же время сложный. Дабы сэкономить ваше время, друзья, предлагаю посмотреть фильм «Промышленная архитектура прошлого». В нем именно этот вопрос и разбирается. Ну и третья группа комментариев утверждала, что, мол, сразу видно, что это именно церковь, что мы не разбираемся в архитектуре и вообще ничего не понимаем. А это просто обычная церковь, одиноко стоящая в поле, и ничего сверхъестественного тут нет. Очень жаль тех людей, которые видят такую постепенно разрушающуюся красоту, утверждают, что в этом нет ничего необычного. И все же, тем специалистам, кто только по фотографии может определить, что это именно церковь, вместо тысячи слов предлагаю посмотреть фильм про гидротехнический храм в Гуджелезном. А мы давайте приступим к детальному осмотру Богоявленского храма. Друзья, нам интересно ваше мнение. Как вы думаете, для чего эти круглые окна в угловых башнях? Для установки часов или для голубей? По башенкам видно, что скатная крыша – нечто чужеродное в этом дизайне. Обратите внимание на отверстия по периметру здания на одинаковой высоте. Они не пробиты, а устроены при возведении стены. Так как отверстия неглубокие, то это закладные не для балкона, а для шатра по кругу здания. По низу стены видим белый камень, который на углу отвалился, и за ним виден кирпич. Как много раз уже говорил, белый камень внизу стены всего лишь облицовка, а не фундамент. Обратите внимание, углы стен идеально ровные, даже со срезом. А теперь пойдемте внутрь. Это панорама изнутри, и здесь мы видим знакомые нам стяжки. Светового барабана на куполе нет. Светового барабана на куполе нет. Есть некий канал в стене, ведущий на самый верх. Для простоты давайте будем называть его воздуховод. Он явно был сделан при возведении стены, а не пробит потом в готовой стене. Однако позже наружная стенка этого канала была разбита. Светового барабана на куполе нет. В противоположной стене имеется такой же воздуховод, но менее разбитый. Интересно, зачем их разбивали? Искали клады? Эти воздуховоды не ведут вниз, они заканчиваются на этом уровне. Возможно ли, что по бокам от алтаря стояли печки? Конечно, возможно. Но тогда в этих воздуховодах была бы копоть. Ведь не газом же ее топили. Да и газ за 20 лет официальной эксплуатации даст приличный слой нагара. В зоне алтаря есть еще такие воздуховоды слева и справа. То есть только у алтаря их уже четыре. Угловая башенка засыпана по самые окна изнутри. Как интересно нарос культурный слой. Причем это не грунт, а металлургический шлак. Вполне возможно, что он играл роль утеплителя поверх досок. И когда доски сгнили, то все упало вниз. Но возникает вопрос, а откуда этот шлак взялся? Заглянем под сцену и видим, что деревянные помосты уложены на современные кирпичи. Видите эти столбики, сделанные кое-как? Резко контрастируют с качеством строительства всего здания. Видимо, в 2012 году восстановление церкви начали с постройки этой сцены. Угловых башенок четыре. Входы в них расположены внутри здания. В стене следующей башенки опять видим такой же воздуховод. И в стене следующей тоже. То есть в стене каждой башенки есть по такому воздуховоду. И ни в одном нет копоти. Повторюсь, то, что это были дымоходы печей, очень даже возможно. И расстановка печей по углам в данном конкретном случае выглядит логично. И на основании наличия здесь таких вот воздуховодов официально считается, что храм был теплый. Но есть одно но. А где же копоть? И потом, шесть печей. То есть четыре по углам и две в алтаре. Шесть печей. Не слишком ли это для сельского храма? Ведь многие сельские каменные храмы вообще печей не имели и официально были якобы холодными. А здесь их сразу шесть штук. Не перебор. Что касается башенок. Друзья, как вы думаете, зачем они спускаются внутрь здания? Какую смысловую нагрузку с точки зрения богослужения они несут? Правильно, никакой. Только занимают место и усложняли строительные работы. Если бы хотели подешевле сделать пять глав у церкви только ради красоты, то почему было не сделать, как сделано, например, в церкви Покрова Пресвятой Богородицы, что в Московской области? Здесь хорошо видно, что камень, которым армированы стены, это отливка из бетона. Ну или материалы, напоминающие бетон. Но это явно не природный дикий камень. Нет никаких прожилок, свойственных природному камню. Вся структура камня однородная. Полосы – это зачистка камня на месте, при подгонке под конфигурацию изгиба стены. И опять же, если это просто место для молитвы, то зачем такие сложности при строительстве этих башенок? Зачем их делать такими усиленными? И вот мы видим некоторые башенки, перекрыты деревянными перекрытиями. Закладные для них выбивались в готовой стене. Здесь прекрасно видно, что это не выдирали деревянные бревна, потому разбивали стену, а именно вставляли. И потом, ведь для того, чтобы выдрать бревно, гораздо проще его распилить, чем долбить стену. Кстати, снаружи мы уже видели закладные отверстия для шатра, которые были выполнены при возведении стены. И сразу возникает вопрос, почему снаружи их сразу догадались делать, а здесь нет? А ответ прост. Снаружи планировалось ставить перекрытие, а здесь перекрытия изначальным проектом не предусматривались. Тем, кто хочет написать, что проще выложить всю стену целиком, а потом пробить в ней дыры, отвечу, что это ложь. В кирпичной стене, только что построенной на известковом растворе, продолбить что-либо невозможно в принципе. Кирпичи будут просто вываливаться целиком, так как процесс набора прочности у извести гораздо более медленный, чем у гипса или цемента. Для того, чтобы в такой стене возможно было пробить отверстие, должно пройти минимум от 3 до 5 лет, в зависимости от состава раствора, толщины стен и внешних условий. А как мы помним по официальной информации, церковь-то построили за год, максимум за 2. Друзья, пишите ваши мысли в комментариях. На самом деле, нам очень интересно знать ваше мнение. Возможно, вы заметили что-то, что мы пропустили. А я на этом с вами не прощаюсь. Самое интересное еще впереди. Благодарю вас за внимание, за то, что досмотрели до конца. Всего вам доброго. До скорых встреч.